В эфире информационная программа День города и я, ее ведущая Алена Куколева. Здравствуйте! Вот о чем расскажем в этом выпуске. Лесопарк станет главным местом активного отдыха Сергей Карабасов рассказал школьникам о благоустройстве городских пространств. В Рязанской области поезд столкнулся с легковым автомобилем. Не обошлось без жертв. Получить водительские права за 18 тысяч рублей в Рязани. Инструктор предлагал помощь незаконно получить права за определенную сумму. Отменить выборы не получится. Сотрудники силовых ведомств провели учения, где нейтрализовали террористов. Комфортную городскую среду сегодня обсудил со школьниками глава администрации Рязани Сергей Карабасов. Исполняющий обязанности мэра города пригласил школьников высказать свое мнение относительно территорий, требующих благоустройства. В сборе предложений горожан по объектам, которые, по мнению рязанцев, необходимо благоустроить, приняли участие свыше 56 тысяч человек. На днях завершилось обсуждение эскизов проектов 12 парков и скверов, за которые ранее высказалось большинство участников опроса. В прошлом году благодаря этому проекту в Рязани благоустроили три общественных пространства. В этом году планируется благоустроить еще четыре. Они будут определены в ходе рейтингового голосования 18 марта. Принять участие в голосовании могут все жители Рязани, достигшие 14-летнего возраста. Отдельно Сергей Карабасов рассказал о планах на реконструкцию городского лесопарка. На самой большой городской зеленой зоне площадью более 100 гектаров предусмотрено создание современного паркового ландшафта с устройством освещения, парковок, детских площадок, пешеходных дорожек и пляжа. А под мостом планируют построить большой спортивный центр. Страшная авария произошла в четверг утром на железнодорожном переезде в Рязанском районе. В столкновении поезда и легкового автомобиля погиб человек. ДТП произошло на 226-м километре железной дороги около села Ялина. По предварительной версии пассажирский поезд столкнулся с автомобилем марки Hyundai Solaris на нерегулируемом переезде. 47-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным на 226-м километре Московской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и пассажирского поезда, следующего из города Москвы в сторону города Мичуринска Тамбовской области. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят все неотложные действия по установлению всех обстоятельств ДТП. Полицейские задержали в Рязани инструктора автошколы, который за деньги предлагал помощь в незаконном получении водительских прав. Стоимость решения вопроса 18 тысяч рублей. В полицию поступила информация, что инструктор одной из автошкол Рязани предлагает за деньги оказать помощь в сдаче экзамена на получение водительских прав. Якобы для этого у него есть знакомые среди полицейских. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 38-летний инструктор автошколы никаких знакомых среди сотрудников полиции не имел. И своим предложением оказать помощь вводил людей в заблуждение. Из-за сильных морозов на трассах развернули мобильные пункты обогрева. Они призваны помочь водителям, оказавшимся в трудной ситуации в Рязанской области, где размещены такие точки, знает Ирина Ковалева. Мороз не страшен тогда, когда ты тепло одет, передвигаешься по трассе на исправном автомобиле и без происшествия. Но что делать, если машина вдруг сломалась или же из-за аварии образовалась нешуточная пробка, а на улице серьезный минус? Об этом позаботились сотрудники МЧС. В связи с установившимися низкими температурами и неблагоприятными метеоусловиями в управлении МЧС России Рязанской области было принято решение развернуть два пункта обогрева. Один из них располагается на трассе М5 «Урал» на 207-м километре, а второй на трассе М6 на 241-м километре. Мобильный пункт обогрева предназначен для оказания помощи в случае образования заторов либо каких-то крупных происшествий на дороге. В состав мобильного пункта обогрева входят отапливаемые палатки, полевые кухни, генераторы, тепловые пушки и специализированная техника высокой проходимости. Также на базе мобильного пункта обогрева человек может поесть, выпить горячего чая, согреться и зарядить телефон. Пунктом обогрева решил воспользоваться и Александр. В дороге у него сломалась печка. Время, которое может провести водитель в теплой палатке, не ограничено. При необходимости здесь можно и переночевать. На базе каждого пункта обогрева есть возможность организовать порядка 50 спальных мест. Отменить выборы не удастся. Сотрудники силовых ведомств региона нейтрализовали действия преступников, которые под угрозой захвата заложников и взрыва здания требовали отменить выборы. Учения прошли в Рязанском дворце молодежи. По сценарию учения группа вооруженных лиц проникла на территорию объекта, захватила заложников из числа членов избирательной комиссии и жителей Рязани, после чего забаррикадировалась. Под угрозой убийства заложников и взрыва выдвинуты требования об отмене выборов. Здания и прилегающие территории были незамедлительно отцеплены. Приняты меры по обеспечению безопасности граждан. В результате проведенных переговоров склонить террористов к отказу от противоправной действенности не удалось. В ходе проведенного боевого мероприятия они были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Очаги возгорания и угрозы взрыва ликвидированы. Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пересечению акта терроризма. Пример не только мужества, но и верности профессии. В Рязани живет настоящая легенда полиции. В этом году ветерану исполнится 93 года. При этом на пенсию он ушел совсем недавно, а до этого консультировал молодых специалистов. С героем познакомился Валерий Седов. Выдавал здесь, выписывал медали, которые вышли из Афганистана. Пришел майор, десантник. А я очки не помню, значит, пришел. Он говорит, что же, приошел, да. И он меня спросил, сколько. Я говорю, ну как? Он говорит, ну, наверное, я его старший лет на 5. Я говорю, а вам сколько? А мне 55. Вот тогда выходит мне 60 вместо 90. Александр Тарасов показывает свои фотографии прошлых лет. Шутит, что на них его легко найти. По волосам. В 92 года их не тронула седина. Александр Сергеевич говорит, что это благодаря природе. Однако физической активности ему не занимать. Будущий полковник родился в Сибири, в Омской области. У него было три брата и три сестры. В 17 лет ушел на фронт, где служил во 2-й гвардейской танковой дивизии. Александр рассказал, что уже там к нему присматривались сотрудники разведывательных служб. Отличные показатели по боевой учебной подготовке сыграли важную роль. Через некоторое время мужчину перевели в одну из секретных служб страны. Долгое время он провел в Германии, выезжая в редки отпуска. В один из таких он встретил свою будущую жену. Когда я поехал в отпуск, это уже когда служил и вышел на станции, как она, в Москве. Прогуливался долго, поезд ждал. И стоит девушка. Я подошел и говорю, вообще-то мне нравится. Она говорит, вы тоже. Как смотрите в Германию, и там будет все необходимое. С удовольствием. Расписалась молодая пара в Рязани. В скором времени у них родилась дочь. А вот со службой все было не так гладко. Структуры постоянно переименовывались, разделялись и менялись обязанности. Так Александр стал работником органов внутренних дел, где и прослужил до пенсии. Однако ветеран до сих пор консультирует молодых сотрудников и передает им свои знания. Вся стена совета ветеранов увешана фотографиями, где он выступает в институтах и органах внутренних тел. И, конечно же, наград за долгую службу у Александра появилось немало. Существует и самое главное. Главное это, я считаю, награды. Это в прошлом году, в марте месяце, когда мне вручали, значит, тоже орден. Вот из чистого серебра. Такой орден. Одному, только мне. Сейчас Александр продолжает выступать на съездах сотрудников МВД, а также перед школьниками и будущими сотрудниками полиции. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 1 марта отмечают Всемирный день иммунитета. Начало весны. Самое время задуматься об укреплении здоровья. Иммунная система все время защищает нас от вирусов, миллионов бактерий и аллергенов. Однако, если человек чувствует недомогание или слабость, это первые признаки сбоев иммунитета. Специалисты отмечают, чтобы его поддерживать, нужно регулярно выполнять простые требования. Спать более 6 часов, есть здоровую пищу и заниматься спортом. Не стоит забывать о настроении и бодрости духа. Три кита, на которых держится иммунитет, это здоровый сон, физическая активность и правильное питание. 80% клеток, отвечающих за иммунитет, находятся у нас в кишечнике. Поэтому, конечно же, в первую очередь нужно думать о здоровье кишечника и максимально пытаться сохранить его. В феврале в Ижевске прошел фестиваль ледовой скульптуры. В нем приняли участие профессиональные скульпторы из разных городов России и ближнего зарубежья. В числе участников оказался и Рязанец. Самыми яркими впечатлениями он поделился с нашей съемочной группой. За 10 лет творческой деятельности Юрий Местрюков участвовал в таком количестве фестивалей ледовых скульптур, что и не сосчитать. В этот раз он и подготовиться толком не успел, так как удмуртский лед был организован спонтанно и в рекордно короткие сроки. Однако от возможности принять в нем участие Юрий отказываться не стал. Так что скульптор выбрал уже готовый эскиз, который был подготовлен для другого фестиваля. Вместе со своим напарником Кириллом Баталовым из Невьянска воздвиг четырехметровую скульптурную композицию изо льда под названием «Любовь». Изображено двое людей, мужчина и женщина. Они притянуты друг к другу как бы на взлете. Связаны невидимой нитью. И рядышком находится ангел, который эту нить натягивает, помогает им быть рядом. Для Юрия подобные фестивали – это прекрасная возможность реализовать свои творческие задумки в тех масштабах, на которые они и рассчитаны. И это одна из причин, почему скульптор любит работать со льдом. У него есть свои большие плюсы. Большие монументальные скульптуры очень быстро делаются. Чтобы сделать то же самое с другого материала, нужно гораздо больше времени и других ресурсов. Ну и лед еще имеет прозрачность. И когда взаимодействует со светом, получается волшебство. Скульптурная композиция изо льда под названием «Любовь» украсила набережную в Ижевске вместе с другими ледяными изваяниями. Фестиваль «Удмуртский лед» прошел впервые. В нем приняли участие профессиональные скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и других городов России, а также ближнего зарубежья. Для создания ледовых композиций было использовано около 200 тонн льда. А вот конкурсный составляющий фестиваль лишен. Здесь каждого, чьи эскизы были отобраны, можно считать победителем. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Основная задача всероссийской компании «Твой выбор» – это рассказать студентам вузов о совете обучающихся, чем он занимается и какие задачи выполняет. По-прежнему есть случаи, когда студенты, которые приехали из других городов, не знают об этом управляющем органе. Участником компании «Твой выбор» стал Рязанский медицинский университет. 1 марта здесь прошли выборы председателя студенческого совета. На мероприятие побывал мой коллега Валерий Седов. Урны для бюллетеней, кабинка для голосования и наблюдатели от каждого кандидата. Найти отличие от выборов государственного уровня здесь практически невозможно. Бюллетень выдают только по паспорту и студенческому билету. Голосовать может только обучающийся в Рязанском медицинском университете. Это студенты-ординаторы-аспиранты. В холле актового зала проходит заключительный этап компании «Твой выбор». Молодые ребята в ходе голосования выбирают нового председателя студенческого совета. По словам избирательной комиссии, явка очень высокая. Мы старались в течение этого месяца агитировать на выборы, но студенты сами проявляли активность, потому что действительно сегодня мы выбираем не просто какого-то рядового человека. Мы сегодня выбираем председателя совета обучающихся, того, кто будет задавать вектор развития всему студенческому самоуправлению. Поэтому эти выборы касаются каждого обучающегося. И у нас ожидается высокая явка, и уже с самого утра студенты подтверждают, что наши ожидания оправдываются. В соответствии с федеральным законом образования у Союза обучающихся существует целый ряд полномочий, которые касаются именно академических прав студентов. И цель всероссийской компании «Твой выбор» – придать гласности выборы в совет обучающихся. От Рязани участвует только один вуз – это Рязанский медицинский университет. По словам координатора всероссийской компании «Твой выбор», именно это учебное заведение показало себя с лучшей стороны во всей России. Мы, на самом деле, искренне были удивлены еще в самом начале активности Рязанского госмедуниверситета, когда только списывались по почте, там, ВКонтакте, потому что это был такой для нас, по крайней мере, образцово-показательный вуз, максимально сдающий вовремя все отчеты, все документы, присылающий самые лучшие фотографии, и, самое главное, больше всего волнующийся за какие-то вопросы, потому что они очень переживают, что они нам надоедали, но они звонили нам по каждому вопросу, и это очень здорово, потому что мы понимаем, что есть осознанный подход к проведению мероприятия. Рязанский государственный медицинский университет провел самую, что ни на есть, отличную подготовку – предвыборные дебаты, видеоролики в социальных сетях. Как заявили специалисты, такую активность редко где встретишь. 1 марта выборы в студенческий совет обучающихся проходят в 50 регионах страны. Однако координаторы приехали именно в Рязанский медицинский университет. Мы решили, что правильнее всего будет приехать именно сюда, потому что с этими ребятами, с этой командой, с этой администрацией ВУЗа очень хочется работать в дальнейшем, потому что максимально ответственно и максимально организованно все сделано. Избирательная комиссия будет работать до 7 часов вечера. Результаты голосования станут известны уже на следующий день. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok